Ребят, просто потрясающие новости. Впервые за всю свою блогерскую карьеру удалось поехать с компанией BMW на зарубежный тест-драйв. И ближайшие два дня мы будем тестировать две их сочные новинки. Сегодня мы будем тестить этот BMW X3, да не простой, а М40i, наваливающий 4.8 до сотни. А завтра будем тестировать новую BMW 6 GT 640. Так что вас ждет достаточно сочный контент. Мы в Хельсинге, в Финляндии. Приступим! Дорогие мои, давайте-ка начнем сразу с лаунч-старта. Спорт-режим коробки включил, систему стабилизации разжал, тормоз, газ. Лаунч-старт включен. Ничего себе! Ничего себе напуляет все уже за сотню. Чуть позже обязательно поставим рейс-ложек и выясним, сколько она в точности до 100. Производитель заявляет 4.8 секунды. Зная опыт тестирования, спасибо электронная женщина, зная опыт тестирования наших автомобилей BMW, скорее всего это будет чуть быстрее. Посмотрим. Ребят, ну, разумеется, мы начали с тест-драйва не простой какой-нибудь версии X3, а с самой мощной, которая есть на данный момент. Она называется полностью X3 M40i X-Drive. X-Drive это значит полный привод, а M40i это, собственно, индекс этой самой мощной версии. За этими буквами и цифрами скрывается рядная турбированная шестерка объемом 3 литра. Так, мы выезжаем на финские дороги, сейчас давайте поднавалим немного. Но вот наваливать здесь надо аккуратно, потому что здесь не как у нас. Здесь очень жесткие правила и тут, если что, вообще не отвертеться. А у нас еще задача завтра снять новую BMW 6 GT 640, так что будем проявлять аккуратность. Так вот, давайте сначала пробежимся по техническим данным. Рядная шестерка 3 литра, турбированная. Я думаю, вы уже успели оценить ее звук. Саунд сочный. Хотя, по-моему, опять-таки в лучших традициях многих новых BMW, здесь отчасти звук нагоняется через колонки. Давайте-ка еще раз попробуем прислушаться. Поехали. Похоже на то, но надо будет уточнить этот момент. По крутящему моменту, собственно, раз о нем зашла речь. 500 ньютонов метров крутящего и 8-ступенчатая коробка передач ZF. Нашли какое-то такое немного странноватое место. Здесь много домиков. Вроде как чистится дорога, но людей нет вообще. Он едет в какая-то машина, надеюсь, этот человек не будет давать нам люлей. Итак, если говорить про внешность X3, то по сравнению с предыдущим поколением, конечно, это классный шаг вперед. Посмотрите, как совершенно по-иному стал выглядеть автомобиль. Больше всего мне нравится задняя часть. Очень сочные фонари. В целом, сзади автомобиль выглядит очень брутально. И обратите внимание на патрубки выхлопной системы. Они просто гигантские. Это прям тоже очень круто. Что касается фонарей, они весьма крупного размера. И посмотрите, насколько длинная у нас диодная здесь лента. И давайте сейчас для понимания того, как выглядят фонари в работе, я немного понажимаю на тормоз, заднюю передачу, поворотники, и вы увидите полный набор, так скажем, их вариантов работы, этих фонарей. Что касается нового BMW X3, то он построен на полностью новой модульной платформе, которая называется Klar. На ней же построили новую пятерку BMW, шестерку GT и седьмую серию. Я успел поездить и на пятерке, и на семерке. Шесть GT мы протестируем завтра. И эти машины, пятерка и семерка, они крайне мягкие, комфортные на неровностях. А здесь я этого не обнаружил. То есть X3 достаточно жесткий такой. То есть вывод заключается в том, что несмотря на то, что модульная платформа одна, все равно итоговые ощущения от автомобиля могут кардинально различаться, как мы видим на этом примере. Если попробовать еще немного поумничать и выдать вам каких-то полезных цифр, то можно отметить, что у предыдущего X3 коэффициент лобового сопротивления составлял 0.36, а здесь уже 0.29. Заметный шаг вперед, можно даже сказать рывок. За счет этого у нас автомобилю и легче разгоняться, и, разумеется, меньше становится расход топлива, потому что меньше сопротивления получается воздушного, так скажем. Так что это такой прям заметный плюс. Если оценивать автомобиль сбоку, то прежде всего здесь, конечно, в глаза бросаются эти 20-е тапочки 245 на 45. И также здесь от старшего X5 переехал воздухозаборник. Вот он он. Ну и в целом, если смотреть на машину сбоку, то, конечно, да, это логично. У нас сразу первая ассоциация это X5, только немного уменьшенного размера. Точно так же, как и у конкурентов, например, тот же ГЛЦ, да, на него смотришь и понимаешь, что да, сбоку это практически ГЛЮЕ. Видите, здесь накладки у нас такого серого матового цвета. И мы сейчас еще, еще я их покажу в некоторых местах. Здесь вот тоже матового цвета вот этот воздухозаборник, вот этот элемент. Если вы видите на автомобиле BMW накладки такого цвета в большом количестве, то это говорит о том, что перед вами M-Performance-версия той или иной BMW. То есть, например, недавно я тестировал M550i, и там повсюду тоже были такие накладки. Сейчас у нас M40i, тоже повсюду накладки. К сожалению, в нашем тест-драйве не запланировано каких-то внедорожных спецучастков, и самостоятельно мы не можем здесь заезжать куда-то в какие-то дебри и экспериментировать, потому что этот автомобиль еще ждут на последующие тест-драйвы здесь наши коллеги-блогеры. Так что, я думаю, этот момент мы сможем только проверить в рамках тест-драйва в Москве. Но, если говорить про сам клиренс, он составляет больше 200 мм, 204. То есть, реально достаточно приличный. И это говорит о том, что вместе с полным приводом X-Drive на этой машине можно будет весьма смело пробраться на какую-нибудь засыпанную снегом дачу. Такой нормальный SUV-момент. И здесь немножко ускорения. Знаете, ребят, если подвести черту в целом касательно общего вида нового X-3, то здесь мне очень интересно послушать ваше мнение в комментариях касательно того, как вы считаете, чья внешность в целом круче, если говорить о двух других конкурентах и о нем. X-3 M40i, Audi SQ5 или же Mercedes-Benz GLC43? Мне, конечно, трудно в данном случае сказать, что бы выбрал бы я в плане внешности, да, этого X-3, SQ5 или GLC43, потому что у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Например, если говорить про GLC43, да, то там мне нравится в целом общая гармоничность по дизайну, но мне нравится задняя не очень ярко выраженная часть, да, и передняя часть, которая очень сильно напоминает обычный C-класс. В случае Audi SQ5 хороший перед, но он достаточно нейтральный. Задняя форма, я к ней еще не привык до конца, то есть тоже вот как-то непонятно. У X-3 мне очень нравится, как выглядит задняя часть, но перед я бы попросил бы дизайнеров доработать, чтобы он выглядел бы так же завершенно и круто, да, как в случае задней части автомобиля. Короче, путаница, пишите ваши комментарии. На наших встречах с подписчиками, которые я периодически провожу в разных городах и России, и мира, кстати, анонсы делаю в Инстаграме, ссылочка на него в описании, там уже 800 тысяч подписчиков, заценивайте там бодрый контент тоже. Ну так вот, когда мы проводим эти встречи, вы очень часто спрашиваете, BMW или Mercedes? И, кстати, странно, почему в этих опросах практически всегда отсутствует Audi, особенно с учетом того, что у них просто потрясающие RS-модели, да, и другие тачки тоже очень классные. Тем не менее, спрашивают именно BMW или Mercedes. Здесь у меня мнение следующее. Mercedes, я считаю, в плане автопроизводителя он мощнее, потому что, посмотрите, сколько они производят всевозможных моделей. Каждый месяц какое-то обновление, новая модель, обновление, их просто не остановить. И одних только спорткаров у них больше, чем у всего автопрома японского, в месте взятого. И, как бы, Mercedes, если взять, допустим, сравнивать с C63 AMG, купешку, да, и М4, то Mercedes, он такой более-более модный, более такой пафосный, как мне кажется, да. Его более богато воспринимает в целом этот бренд. Но только за рулем BMW, а в особенности я говорю про М2, М3, М4, то есть, трушное спорткупе, только за рулем этих автомобилей я сливаюсь с тачкой воедино. И у меня нет такого ощущения, когда я езжу на тех же Mercedes AMG, да, на заряженных. Они суперкрутые, они суперклассные, но только за рулем М-ки получается реально слиться с этой машиной, и ты просто, ты чувствуешь ее предельно круто, и вы начинаете сразу очень сильно хулиганить. Это вот интересный момент. Кстати говоря, недавно мы запустили автомобильный проект, который назвали Versa, и в рамках этого проекта мы хотим создавать очень классные штуки для вас, для автомобилистов. И решили начать со свитеров. Вот сейчас на мне как раз наш первый Versa свитер. Посмотрите, здесь тачка наваливает, свитер очень теплый, качественный, тяжеленький такой. Вот, есть несколько вариантов свитеров. Вот, например, еще один мы сделали. Вот, смотрите, тут у нас смотровая наваливает тачка. Тут, значит, у нас Дед Мороз тоже наваливает. Все наваливают. Здесь, смотрите, значит, на рукавах тоже наваливают тачки. Вот как-то так. Вот такие вот штуковины создаем. Вот, так что переходите по ссылочке в описании на VersaShop.ru и заценивайте, что интересного есть сейчас в наличии. Впереди очень много планов, и мы их будем на позитиве реализовывать, чтобы у вас в доступе были новые, интересные, доступные, классные штуки. Что же касается именно этого X3, то это прямой конкурент сразу двух моделей немецкой тройки. Если говорить про Audi, это SQ5, новая. И если говорить про Mercedes, это GLC43. Ну, так вот, если говорить про этих двух конкурентов X3 M40i, то ситуация следующая. Знаете, реально, такое впечатление, будто бы немецкая тройка, они периодически раз в месяц встречаются, садятся за общий стол и обсуждают, что же они будут в ближайшее время выпускать такого, чтобы у всех были примерно одинаковые предложения за примерно одинаковые деньги и чтобы рынок примерно делился по продажам 30-30-30, да? Ну, что посмотрите. Вот у нас есть, значит, этот X3 M40i. Мощность 360 сил, 500 ньютон-метров крутящего, 4,8 до сотни. По деньгам он стартует 4 миллиона с копейками, 4,100, 120, если не ошибаюсь. Хорошо, берем Audi SQ5. Точно такой же небольшой SUV, небольшой кроссовер. Мощность, внимание, 354 силы. Крутящий момент 500. Тоже трехлитровый турбированный мотор и разгон до сотни, там тоже 4,8 или 4,9. Ценник 4,100. Точно такой же, одинаковые характеристики. Берем Mercedes, ГУЦ 43. Он на 100 тысяч рублей дороже, 4,200 стартовая цена. 367 сил, тоже там 500 ньютон-метров крутящего и такой же разгон до сотни. То есть характеристики все одинаковые. Посмотрите, и мощность, и крутящий, и разгон до сотни, и цена. То есть, по сути дела, потребитель просто выбирает внешностью, какими-то моментами, может быть, звучания, нюансами полного привода. Хотя, в принципе, большинство выбирает именно, я думаю, за внешность и за свою приверженность к той или иной марке. Вот это вот интересный момент, что вы об этом думаете. Случайно у них так получается, что у них, допустим, три автомобиля в одном сегменте с одной мощностью, с одними характеристиками и с одной ценой? Или это не случайно? И все идет по такому, по договору. Вот договорились и поехали производить. А мы поехали наваливать. Блин, ребят, здесь такие дороги, так здесь хочется прям взять и вжарить конкретно. Машинка эмоциональная. Вы видели, мы лаунч старт когда сделали, она прям впиндюривает, извините за выражение, прям ух, с огоньком. И, кстати, за это я люблю автомобили BMW. Помню, я взял на тест четверку Grand Coupe, когда она только появилась, с мотором 184 силы. И когда я только брал ее на тест, я думал, блин, когда я еще не начал на ней ехать, я думал, ну ладно, протестируем, посмотрим. Ну, 184 силы, конечно, для BMW, но это будет скучновато. А вот ничего подобного. В этом-то и сок, и один из огромных плюсов BMW. Независимо от того, сколько у вас лошадей, 500 или 184, эти автомобили, их создают так, что эти тачки отрабатывают при разгоне каждую лошадь. Я помню, на той четверке Grand Coupe, я просто охренительно провел неделю тест-поездки. Это было мега динамично, мега сочно, хотя, казалось бы, сил было менее 200. Ну, а здесь у нас 360. Очень будет интересно посмотреть, как машина будет вести себя на тюнинге, потому что уже на Stage 1 она будет выходить за 400 сил, и разгон будет, я думаю, снижаться к четырем низким. И такой вот, казалось бы, гражданский SUV со спортивными нотками сможет уже конкретно карать спорткары и даже некоторые суперкары в том же потоке. Но, разумеется, в потоке лучше этого не делать, это нехорошо. Давайте глянем под капот X3 M40i. Один из плюсов автомобиля BMW заключается в том, что ты два раза дергаешь за рычажок внутри, и после этого ты не ищешь здесь специальный крючок и не пачкаешь руки лишний раз. Берешься там, где тебе удобно, и просто открываешь капот. Это очень умно. Ну, вот он, красавчик. Рядная турбированная шестерочка, 3 литра, 360 сил и 500 на ме. Немного погазуем. Некоторое время назад мы тестировали X3 предыдущего поколения дизельный, 1000 ньютонов метров крутящего. По ссылочке в описании будет обзор, зацените. Я очень хорошо помню тамошний интерьер. Конечно, у нового X3 это реально в целом большой рывок вперед. Мы когда с Александром Пелевиным, с уважаемым моимейкером, который сейчас снимает для вас это видео, первый раз сели в машину, мы очень приятно удивились, потому что это реально уровень. Конечно, здесь в интерьере нет такой изысканной, красивой эстетики, как в том же Mercedes-Benz GLC, да? Но это всегда было не про BMW. Про BMW это когда у нас четкая идеальная анатомия, все под рукой, строгие линии. И в этом плане, мне кажется, современные интерьеры BMW, они чем-то схожи с интерьерами Audi. Посмотрите, то есть реально наблюдается какая-то схожая концепция по формированию новых интерьеров. Теперь давайте пробежимся по конкретике. Ну, прежде всего, здесь у нас, смотрите, центральное место занимает M-руль. И предыдущий M-руль мне тоже очень нравился. Он был жирный, красивый, им было одно удовольствие управлять. Этот достойно продолжает традиции предшественника. Просто шикарен. Посмотрите, какой красавец. Затем, здесь у нас очень много присутствует таких шильдика элементов, так скажем, которые напоминают о том, в каком автомобиле вы сидите. Ну, например, когда вы только попадаете в интерьер, на карте двери здесь написано X, потом на пороге приходе M40i, потом на этом, на коврике тоже X3. Здесь еще одна M-ка, тут еще одна M-ка. В общем, да, в этой машине вы точно не забудете, что вы едете на мощной версии X3 M40i. Если говорить про режимы работы автомобиля, то их здесь три штуки. Мы, разумеется, как всегда, сходу едем на спорт-режиме, самым динамичном, с подражатой системой стабилизации, чтобы, если мы пошли боком, мы смогли круто отловить тачку и дерзко уйти вперед. Давайте прямо сейчас посмотрим, как вот в режиме езды по трассе отличаются эти режимы по части ощущения всего. Давайте сейчас прям со спорта переключим на Eco Pro. У нас тут же ушел такой агрессивный звук выхлопа, поменялся полностью вид панели приборов, руль стал мягенький. Знаете, я не могу на таких горячих тачках ездить в таких режимах, это невозможно. Всегда на таких машинах нужно... Знаете, вот вообще, что должен делать мужик, когда он садится за руль BMW? Вот он сел, вот первое, что он должен сделать, это быстренько спорт-режим, нажать один раз на систему стабилизации, чтобы ее немного подраспустить и завершить это вот таким движением. Перевести селектор коробки в спорт-режим и потом как поддать и получить настоящий автомобильный кайф. Уж это BMW, летайте с самолетами BMW. Вот, значит, хорошо, успокоились, возвращаемся в режим Eco Pro. Все хорошо, все спокойно. Итак, и вот у нас руль стал более мягкий. Ну, если человек, на самом деле, там, не любитель гонки или он очень устал и хочет потошнить, как мы говорим, автомобилисты, то есть не ехать быстро, чтобы машина его не провоцировала, то Eco Pro, конечно, это хороший вариант. То есть мы нажимаем на газ. Так, нужно еще убрать из спорт-режима коробку. Вот все у нас. Знаете, вот я сейчас жму на газ половину, и машина совершенно не провоцирует на разгон. Она едет так, будто бы это какая-нибудь слабая версия. Вот, и ради интереса давайте сейчас переключим спорт и посмотрим, что будет при том же нажатии на педаль газа. Нажал половину, и все, она потянула. Она всасывает пространство и прям так и говорит тебе, ну, давай, давай, нажми на газ по полной. Давай покажем динамику всех 360 сил. И руль сразу наливной стал. То есть если в режиме Eco Pro у нас руль, посмотрите, вот двумя пальцами мы его вот так вот можем болтать, он теряет сильно жесткость, то в режиме спорт, посмотрите, то же самое делается уже гораздо труднее. То есть прям и при малейших движениях у нас меняется, меняется траектория движения. В Eco Pro такого не происходит. Машина едет прямо. Ну и комфорт это что-то среднее. Если вы покупаете такую тачку X3 M40i, только спорт, только хардкор. В целом интерьер здесь повторяет все то, что мы видим в новой BMW пятерке, в семерке. Поэтому мы не будем сильно погружаться в то, как здесь работает система мультимедиа и разбирать все по косточкам. Все это вы видели в обзорах на эти автомобили, на пятерку, на семерку у других авторов. Но если коротко очень. Здесь, вот знаете, я давно говорил, что в BMW объективно, быть может, лучшая мультимедиа по части того, как ты ее интуитивно и просто воспринимаешь. То есть в Мерседесе чуть-чуть посложнее и в Ауди тоже. Про другие бренды. Ну, кстати, у Porsche новая мультимедиа тоже хорошая. Но вот в BMW она самая простая и доступная, да? Все здесь же находится орган управления. Ты нажимаешь кнопку меню и побежал по менюшкам. Допустим, заходим нажатием легким в мой автомобиль, выбираем там технику в работе и спортивные приборы. Конечно же, это вот мы очень любим, чтобы можно было увидеть, сколько мощности выдается, крутящего момента. Смотрите. Настолько все интуитивно и понятно. Допустим, хотим отсюда выйти, просто шайбу влево нажимаем и выходим, да? И более того, кстати говоря, мне вот что еще нравится, здесь дисплей сенсорный. И, допустим, в Mercedes-Benz вы можете только с помощью команды управлять, с помощью органа управления. А здесь, если хотите, можете, допустим, и здесь нажать, да? И это клево. Казалось бы, так банально, но не все это делают из лидеров автопрома. В завершении легкого обзора интерьера еще бы хотелось упомянуть про то, что у нас очень офигенные здесь вставки такие деревянные, фактурное дерево. Вот мне кажется, это абсолютно беспроигрышный вариант, который идет как гражданским автомобилем в интерьере вот эти вставки деревянные, так и спортивные. Друзья, вы уж извините, что у меня нет... Я не могу вам сказать, как она в поворотах себя ведет, да? Как, насколько у нее энергоемкая подвеска. Мне трудно это сейчас подробно вам дать оценку этого, потому что мы все время едем по прямой идеальной дороге, да? И здесь разогнаться-то толком нельзя. Но, надеюсь, какие-то первичные какие-то эмоции, первичное восприятие автомобиля передать вам удалось. Но если вот резюмировать, первые эмоции вообще от X3 нового, M40 и следующие. Она охренительно выглядит внешне, у нее очень эмоциональный мотор, который прям рвет. Вот это мы прям успели понять. Да, это BMW, 100%, в лучших традициях. И звук тоже отлично изнутри. Вот, соответственно, блин, M-руль чертовски тоже удобный. Вот сейчас начнется, мол, вот, там тебе занесли денег, ты опять там не указываешь минусов. Ребят, ну, в случае с этим автомобилем, давайте посмотрим, конечно, что скажут мои коллеги. Но, блин, вы только сели за руль, да, вы проехали первые, там, 20-30 километров. Ну, какие здесь минусы? Не знаю. Я пока ничего не обнаружил. Тачка продуманная, тачка валит, эргономика огонь, вид тоже супер. Кстати, мы забыли еще сказать о том, что по всему салону идет Ambient Light подсветка, да, то есть, смотрите, в картах дверей установлены такие легкие и приятные огни, которые задают атмосферы. Что касается пространства для заднего седока, смотрите, вот переднее у меня сидение настроено под меня, 175 сантиметров. Вот я сзади сижу, вполне себе хороший запас. Вот, также у задних седоков есть свой блок климат-контроль, они могут настроить температуру и откуда идут потоки воздуха. Я очень уважаю моих коллег, которые являются профессиональными журналистами в серьезных изданиях, в серьезных журналах, но я, если честно, не понимаю смысла, когда они тратят время читателя на очень точные измерения, в какой машине сколько литров объема в багажнике, да, особенно в сравнительных тестах. В принципе, мне кажется, эта информация особо людям не нужна. Вот смотрите, я могу там сказать, сколько здесь точно литров объема, но это пустое. Вот мы открыли багажник, да, понятно же, здесь нормально, здесь хватит места на хорошую закупку в каком-нибудь Ашане, да, или в Гиперглобусе. Дадим еще инфу про Гиперглобус, чтобы никто не подумал, что нам Ашан заплатил или вообще в Азбуку вкуса можно заехать и закупиться. Вот, нормальный объем, сзади нормально сидится, а за рулем вообще отлично. Ребята, у меня прям слюноотделение повышенное, потому что это Бэха, этот X3, он просто, он офигительно сейчас ворвется в этот сегмент, где уже неплохо расположились новая Q5 и SQ5, а также ГУЦ и ГУЦ-43. И конкретно подвинет, собственно, их продажи, потому что здесь все гармонично, круто и продумано. Ну а теперь самое время замерить динамику 0-100, благо у нас есть с собой Росложик. Приступим. Так, друзья, давайте мы сейчас отснимем динамику BMW X3 M40i. Так, выставляемся. Тормоз, газ. Поехали. Есть 100 км в час, и мы сделали это за 4,6 секунды. И это, ребят, при том, что заводской показатель составляет, извините, составляет 4,8 секунды. То есть мы, у нас нагруженная машина оборудования, два человека на борту, сходу 4,6 секунды. На 7-й-то резине. Офигеть. Значит, 4,4 можно будет сделать на летней резине, когда ты едешь один. Это очень крутой результат. Меня это приятно удивило. Ребят, на этом завершается наш оперативный такой тест-драйв нового BMW X3 в сочной версии M40i. Ждем ваших комментариев, чтобы вы выбрали после всех наших обсуждений Audi SQ5, Mercedes-Benz GLC43 или же этого красавчика от BMW. Надеюсь, вы получили удовольствие в рамках просмотра этого видео. Постарались выжать максимум из того, что можно было сделать в рамках того времени, которое нам дали. Спасибо за просмотр и по традиции напоминаю, что снизу вас ждет ссылочка на лайв-канал, где мы выпустим сочные бэкстейджи отсюда, а также на мой инстаграм, где уже 800 тысяч подписчиков и сочный контент каждый день. Ждем ваш лайк, комментарий и на связи.